Коллеги, здравствуйте! Меня зовут Иван, я являюсь руководителем направления Print Audit 6. Собственно, сегодня я вам расскажу, как установить, настроить и как работает продукт Print Audit 6. Если у вас будут возникать вопросы в течение моей презентации, вы можете их задавать в чат, коллеги мои, ассистенты вам на них будут отвечать, ну и в конце нашего вебинара будет несколько минут времени, чтобы я смог, может быть, голосом вам ответить на ваши вопросы. Для начала, собственно, заходим на сайт printaudit.ru, видите главное окно и выбираем пункт «Пробная версия». Соответственно, вы можете наблюдать, что перед вами поля, которые необходимо заполнить, звездочками отмечены обязательные поля, ну они здесь, собственно, все обязательные. После заполнения этих полей и вы нажимаете кнопку «Скачать», после чего, собственно, на электронную почту, которую вы указали, вам придет письмо, ссылка на скачивание дистрибутива. Также в этом письме будут ссылки на описание продуктов, руководство по использованию, на базу знаний, на видео уроки, на все то, что, возможно, вам поможет узнать больше о продукте. Дальше, собственно, после того, как вы скачали, перешли по ссылке «Скачивание дистрибутива» и скачали этот дистрибутив, заходим в папку, которая была указана при скачивании, в нашем случае это «Рабочий стол» и запускаем, собственно, сохраненный дистрибутив. Перед нами сейчас должно открыться меню, в котором… так, сейчас, подвисло что-то. Сейчас, секундочку, подождем. Вот. Собственно, мы нажимаем «Запустить». Перед нами главное меню для установки принтаудита. Состоит из нескольких пунктов. Значит, «Принтаудит» 6 этапов – это установка продукта. Дальше, «Инструкция по установке». Дальше, вкладка на онлайн-поддержку с официального сайта «Принтаудит». Вот. Ну, мы нажимаем «Установить продукт». Начинается процесс установки. Так. Вот. Нажимаем «Далее». Принимаем лицензионное соглашение. И, опять же, нажимаем «Далее». Здесь ознакомимся с вариантами установки. Пробная установка. Устанавливаются компоненты, необходимые для тестирования программного обеспечения. Следующий пункт – «Пошаговая установка». Вариант, в котором все действия по выбору компонентов и выбору базы данных выполняются пользователям. Установка только клиентской части. Это устанавливается только агент на рабочую станцию пользователя. И создать сетевую установку. В этом пункте создается набор пакетов MCI-файлов для использования при удаленной установке. Собственно, мы выбираем «Пошаговую установку», отмечаем маркером и нажимаем кнопочку «Далее». Выбираем путь установки. В нашем случае просто жмем «Далее». Если хотите, можно что-то изменить. Дальше мы выбираем базу данных. Мы будем рассматривать базу, работу и установку Success, но возможно использовать базу данных SQL. Отмечаем пункт «Создаем новую базу данных» и нажимаем «Далее». В этом пункте можно изменить местоположение базы данных. Также указать общедоступность папки в локальной сети для доступа агентов с других локальных машин. Так, собственно, установка датабейс-коммуникатора. Зачем это нужно? Это необходимо для обмена данными между базой данных и клиентскими машинами. По желанию возможна установка на другой сервер, если есть в этом не какая-то либо необходимость. Нажимаем «Далее». Собственно, расположение у нас указано. Порт стандартный по умолчанию 17520. При желании его можно будет заизменить на любой другой. Отказываемся от установки Copy Print Audit, так как это для ее работы необходимо использование дополнительного железа, которое в нашем случае не нужно. Собственно, последний пункт. Выбираем компоненты, которые будут установлены на сервере. Это клиентские приложения, это администратор, это управление и настройки функционала программного обеспечения и изменение заданий и отчетности. Это для просмотра отчетов. Все эти модули можно установить на разные машины по необходимости, если вам это нужно. Нажимаем кнопку «Далее», нажимаем кнопочку «Установить» и ждем. Нажимаем кнопку «Готово» и соглашаемся с перезагрузкой рабочей станции компьютера, либо это сервер у вас, не важно. Нажимаем кнопку «Да» и перезапускаем сервер. Как вы могли заметить, установка самого программного продукта занимает очень мало времени. Да, возможно, мы не так много агентов установили, разнесли на рабочей станции, но все-таки. После перезагрузки вводим пароль и начинаем знакомство с системой. Ждем, пока все загрузится. Нажимаем кнопку «Пуск», выбираем «Все программы» и выбираем «Print Audit 6» папку. Что мы видим в этой папке? В этой папке мы видим пункты «Администратор», «Клиентское приложение», «Конфигурация», «Коммуникатора» и «Справку о продукте». Во вкладке «Дополнительные средства» находится служба для работы с базами данных и просмотра журнала программного обеспечения. Во вкладке «Отчеты» находится инструмент для создания отчетов, с которыми мы познакомимся чуть-чуть попозже. Собственно, открываем модуль «Администратора». Первое, что нужно сделать, это получить реальный доступ к продукту «Print Audit 6». Здесь стандартные средства используют до пяти рабочих станций, до пяти лицензий сроком 15 дней, календарных дней все три модуля программного продукта «Анализ», «Рулис» и «Рекавери». Так, мы нажимаем «Активировать» и что мы видим? Здесь дальше может быть два развития событий. Первое, если вы запрашивали в нашей компании ключ для запуска расширенного пилотного проекта, расширенного тестирования своей организации, вот в этих полях вы вводите ключ, который вам был выслан по электронной почте. Если же вы просто скачали дистрибутив с сайта сами и пытаетесь его сейчас установить, у вас будет активен пункт «Запросить пробную лицензию», вы выбираете его, нажимаете «Активировать» и заполняете форму в латинице, которая у вас появится на экране. Сейчас у нас, к сожалению, уже продукт активирован, ну или к счастью, как хотите. Мы выходим отсюда и просто нажимаем «Продолжить работу с продуктом». Первое, что мы увидим, это настройки системы. В этом окне мы можем настроить количество знаков после запятой, а также указать настройки почтового сервера для дальнейшей планировки отчетов, указав при этом адрес сервера, имя для входа, пароль пользователя и адрес электронной почты для уведомлений. Пункт «Меню клиента». Главной особенностью этого пункта является возможность установки скрытого режима наблюдения. В общем, этот пункт «Меню» служит для настройки клиентских агентов. То есть, ну, например, можно разрешить или запретить пользователю отключать агента отслеживания. Ну, собственно, здесь это все познается в работе, да, то есть можно самим скачать, протестировать, посмотреть. Я не буду сейчас перечитывать вам каждый из представленных здесь пунктов, просто перейдем уже к следующему. К следующему пункту «Меню». Это у нас профили принтеров. В этом разделе настраиваются профили принтеров, то есть отслеживать или нет печать на данном принтере, разрешена ли вообще печать на конкретном оборудовании и с какими параметрами или ограничениями. По умолчанию присутствуют вообще два профиля. Это «Игнор» и «Трек». Отслеживать или не отслеживать. Собственно, давайте познакомимся с каждым более детально. Сначала мы рассмотрим профиль «Игнор». Среди настроек профиля «Игнор», так же как и любого другого профиля принтера, мы увидим пункт «Слежение», в котором указываются настройки отслеживания. То есть не отслеживать, отслеживать со всплывающими окнами, без всплывающих окон или вообще запретить печать. При выборе пункта «Не отслеживать» другие вкладки становятся недоступными для настройки. Нажимаем «Сохранить» и переходим к следующему профилю, к профилю «Трек» или «Профиль отслеживания». Содержит абсолютно те же пункты и настройки, что и профиль «Игнор», но в отличие от профиля «Игнор», этот профиль позволяет выполнять функции отслеживания по умолчанию со всплывающими окнами. Во вкладке «Цены» мы можем выставить стоимость печати конкретно на данном принтере или группе принтеров, как за страницу, так и по размерам бумаги, и по цветности, или, допустим, за квадратный метр. Переходим в следующую вкладку «Параметры задания». В этой вкладке мы можем выбрать некоторые параметры разрешения. Допустим, разрешить печать только цветную, либо черно-белую. Включить режим двусторонней печати или несколько страниц на листе. Дальше подсчет страниц листами, если это нужно. Следующая вкладка «Ограничение печати». В этой вкладке мы можем установить некоторые ограничения на печать с этого принтера или группы принтеров. Ограничение по общему количеству страниц или по общей стоимости. Также указать выводимое сообщение пользователю, если, допустим, лимит по количеству страниц превышен. Текст сообщения вы пишете сами. То есть, хотите на русском, хотите на английском, хотите на китайском, на каком угодно. Давайте продолжим. Посмотрим основное меню. Мы закрываем трек, сохраняем. И переходим в следующий пункт. Это формат бумаги. В данном пункте меню мы можем настроить стоимость и параметры формата бумаги по размеру и добавить свои форматы, нажав кнопку «Создать», если это нужно. Мы указываем имя. Мы указываем, соответственно, в чем будет измеряться. Да. Мы указываем стоимость. Стоимость, там, черно-белый, цветной. Вот. Мы указываем, ну, размеры, если это необходимо. Вот. И открываем последние изменения, смотрим, кем было создано и кто последний изменял. Ну, если я так понимаю, ваша организация, несколько администраторов, которые администрируют приложение Print Audit 6. Вот. Так. Ну, предложим, мы что-то создали, посмотрели. Переходим во вкладку «Принтеры». Это следующий пункт меню основного. В данном пункте будут ображаться все принтера, на которых, после установки агентов, производилась какая-либо печать. Неважно это, сетевые, локальные, локально расшаренные, подключенные по USB, по компорту, по LPT, абсолютно не имеет никакого значения. Принтеры все добавляются в базу автоматически после выполнения первой печати любым из пользователей, у которых установлены агенты. Принтера, конечно, можно добавить и вручную, если вы хотите заморачиваться с этим, то ради бога. Но, опять же, вручную добавлять не рекомендуется, это сложно, это трудозатратно и, возможно, внесение каких-либо ошибок. Давайте перейдем дальше, к профилям пользователя. Это меню отвечает за, собственно говоря, профили пользователя. Тавтология какая-то, да, получается у нас. Так же, как и в профилях принтера, можно задавать определенные параметры отслеживания по пользователям или по группам пользователей. По умолчанию присутствует один профиль. Это трек, профиль отслеживания. В профилях пользователя существует два вида профилей. Профили отслеживания и профили безопасности. В профилях безопасности существует возможность назначать права на управление программным обеспечением PrintAudit 6. Существует возможность создания своего профиля отслеживания путем нажатия кнопки создать. Соответственно, далее указываем имя профиля, выставляем необходимые параметры, указать режимы отслеживания, установить баланс пользователю, более которого печать будет недоступна, а также параметры автоматического сброса баланса к выставленному. Допустим, раз в месяц, раз в два месяца, раз в квартал, возможно. Выберем раз в месяц, ежемесячно. Выбираем дату. 83 год у нас был. Ничего страшного, тоже неплохо. При создании нового профиля безопасности можно указать необходимые права доступа к программному обеспечению PrintAudit 6. Переходим к следующему пункту главного меню, к пользователям. В меню пользователей, так же как и в меню принтеры, нет необходимости вручную добавлять всех пользователей. Они будут автоматически добавлены после того, как произойдут хоть какую-либо действие, то есть печать. Каждому из пользователей можно будет задавать, как только они определятся, профили отслеживания, как отслеживания, так и безопасности. Далее переходим в меню «Дополнительно». В этом пункте меню мы можем задать разрешение на печать или запрет печати из приложений, настроить сеть интеграцию с контроллером домена, а также настроить более детальные правила печати, как для пользователей, так же и для принтеров. Давайте зайдем в пункт «Приложения». Нажимаем кнопочку «Создать» и выбираем новое приложение. После чего в появившемся окне мы можем указать имя процесса, описание, параметры, специальные отдельные цены для данного приложения, параметры задания, то есть разрешить или запретить цветную или черно-белую печать, и установить лимиты на печать с этого приложения. Переходим дальше, к следующему пункту меню – это «Параметры сети». Эта данная вкладка служит для того, чтобы мы могли произвести интеграцию с Active Directory или новым E-Director. Собственно говоря, вот для этого она и нужна. Ну и давайте рассмотрим самый интересный пункт – это «Правила печати». Этот пункт служит для настройки более детальных и более точных ограничений печати для пользователей и печатного оборудования. Давайте сразу рассмотрим пример создания правил. Нажмем на кнопку «Создать», указываем имя правила, указываем очередность выполнения и добавляем необходимые условия и действия. Как можно заметить, выбор условий достаточно обширен, что подчеркивает гибкость системы. По каждому из выбранных условий или в связке условий можно выполнить определенные действия. Предположим, задать отдельный профиль стоимости в конкретном случае. Проведем некоторые тесты программного обеспечения PrintAudit 6. Давайте откроем приложение «Блокнот» и попробуем что-нибудь напечатать. Посмотрим на действия программного обеспечения без каких-либо правил и изменений. Для всех тестов будем использовать одно и то же приложение «Блокнот» и стандартный принтер для печати файл. Набираем текст и нажимаем «Печать». Вводим имя, сохранить. Вот у нас всплывает информационное окно, в котором указана стоимость запечать в данном случае. Ну, здесь все стандартно, мы ничего же не меняли, никаких настроек не производили. И пока мы не нажмем кнопку «Ок», данный документ у нас не распечатается и процесс печати не будет завершен. После того, как мы отправили документ на печать, вернемся в панель администратора PrintAudit 6. Переходим на вкладку «Основные» и пункт «Принтеры». Зайдем в настройки принтера и посмотрим, что нам доступно для редактирования. Мы можем изменить имя принтера, но в этом случае принтер перестанет фиксировать системой и при повторной печати у нас создаться новый принтер в базе данных. Можно также поменять профиль принтера, посмотреть настройки узла, сетевого порта, ну и название самого устройства. Модель принтера указывается, если были получены данные. Вернемся к профилям принтера и в профиле отслеживания укажем слежение без всплывающих окон. Так, трек без всплывающих окон. Сохраним профиль и попробуем повторно распечатать наш документ. Так, заходим, пробуем, печать нажимаем, ну, сохраняем. И, как мы видим, документ прекрасно распечатался без каких-либо всплывающих окон, дополнительных запросов, вообще без каких-либо проблем. Возвращаемся в панель администратора printaudit 6 в профиль отслеживания трек и ставим запрет печати. Отслежение и запрет печати. Ну и сохраняем все это и пробуем также отправить на печать. Так, печать. Ну и, как видно, появляется всплывающее окно, власящее о том, что печать запрещена. Мы нажимаем ОК, у нас нет никаких альтернатив, мы можем только отменить печать. Собственно, заходим обратно в профиль принтера, снимаем запрет печати и указываем отслеживание без всплывающих окон, сохраняем эти все изменения, как было изначально все у нас. Теперь рассмотрим параметры профиля пользователя. Также указываем настройки запрет печати конкретному пользователю и сохраняем их. Пробуем также через блокнот распечатать документ от пользователя-администратора. И видим сообщение отмена задания на печать. Чтобы ваши пользователи не пугались непонятных уведомлений, лучше применять такие запреты печати через правила печати, чтобы тех сообщений можно было настроить, ну то есть сочинить, написать самому. Давайте вернемся в зад, как все и было, зайдем в трек и поставим без всплывающих окон. Сохраняем, теперь давайте перейдем во вкладку дополнительное и в правила печати и создадим новое правило печати. Пишем имя, затем добавляем условия, добавляем пользователя-администратор у нас, добавляем следующее условие. Это у нас будет по заголовку документа, если заголовок документа будет содержать цифры предположим 3 и 2, то добавляем действие. Действие у нас будет со всплывающими окнами, то есть запрет печати со всплывающими окнами. Тема, пишем здесь опять же, пишем все сами. Сейчас, секунду. Вам запрещено печатать этот документ. Ну и в текст, соответственно, то же самое скопируем. Это, в принципе, не так важно. Все это сохраняем. Нажимаем, значит, добавить. А, еще хочу заметить, такой вот у нас активирует все условия соблюдены. То есть, здесь есть пункт, либо может быть одно из условий соблюдаться, либо все. В нашем случае должны быть соблюдены все условия, оба. При этом будет вводиться информационное сообщение. Давайте попробуем, как это работает. Значит, откроем блокнот, печатаем документ. Ну, как можно заметить, блокнот, название уже содержит те цифры, которые запрещены. Вот, мы нажимаем «Печать». Собственно, наше сообщение появилось. Вам запрещено печатать этот документ с тем же текстом. Мы нажимаем «Ок». Ну, так как все равно хочется, чтобы мы продолжили сохранять документ. Мы его там сохраняем, но у нас ничего не получается. Так, давайте рассмотрим теперь отчеты, модули отчетов. Да, вот то, что мы с вами там пытались что-то отправить на печать. Значит, модуль отчеты первым рассмотрим, это Job Manager. Это окно, сейчас откроем его. Собственно говоря, это окно, в котором собираются все отчеты, вся информация по заданиям на печать, которые были отправлены пользователями. Мы нажимаем «Найти задание». И вот, соответственно, генерируется все. Давайте развернем сейчас целый на весь экран. Вот, то есть, здесь можно проскролить, давайте посмотрим, прокрутим. То есть, очень много всякой информации по каждому заданию на печать. И, соответственно, по каждой этой колонке можно создавать отчеты, то есть фильтровать. Давайте рассмотрим модуль «Аналитические отчеты». Нажимаем кнопку «Пуск», «Принт-аудит», «Отчеты», «Аналитические отчеты». В этом модуле возможно получение статистики отчетов по принтерам, пользователям или по количеству заданий в приложении. Вывести десятку самых нагруженных устройств или самых активных пользователей, например. И также создать свои отчеты со своими требованиями, позициями, которые вам нужны. Посмотрим отчет «Принтеры по объему печати». Значит, создаем новый отчет. Принтеры по объему печати выбираем из шаблона. Ну, по черно-белой, давайте, да, печати построить. Вот, собственно, вот оно, вот оно, наше счастье. Давайте развернем на целый экран. Собственно, понятно, что у нас один всего лишь «Принт», который печатает файл стандартный. На нем была вся печать строилась наша, собственно говоря. Вот. Давайте посмотрим, что-то выберем другое, попробуем. Давайте создаем отчет. Создаем новый отчет. Так, и выберем, значит, с заданиями посмотрим. Давайте итоговый отчет сделаем. Выбираем итоговый отчет и нажимаем «Сформировать», ой, «Построить», «Построить». Что мы видим? Ну, описание отчета, то есть, первая страница, скажем так, оглавление и сам, собственно говоря, отчет. Сам отчет состоит из одной страницы. Вы видите текущие объемы по печати, текущие ресурсы, то есть, сколько у вас принтеров, какие они там и так далее. Текущая стоимость, средняя стоимость за страницу, там, по пользователю, по принтерам. Но стоимость здесь рассмотреть не нужно, потому что мы с вами не устанавливали стоимость за отпечаток. Но очень интересный пункт, прогноз у нас есть. Это прогноз стоимости печати за месяц, за квартал, за год и за три года. То есть, цветной и черно-белый соответственно. Ну, если поставить точные цифры, стоимость одного опечатка, цветной и черно-белый, то да, здесь можно спрогнозировать среднее значение вывести. Давайте посмотрим, попробуем запланировать с вами отчеты, чтобы они насыпались нам на почту, там, приложим каждый месяц. Для этого мы переходим в Print Audit Administration и заполняем данные почтовых серверов. Да, ну, то есть, SNMP сервера, SNMP сервера. Вот, так, сейчас, секунду. И указываем почту. Ну, это все тестовое, конечно, да, то есть, неправда и нечестно, но все-таки, чтобы было, чтобы у нас получилось его построить. Так, значит, дальше это все сохраняем, переходим в отчеты и запланируем отчет. Запланировать отчет выбираем, да? То есть, мы выбираем имя, выбираем период, то есть, ежемесячно, ежедневно, еженедельно, ежеквартально. Мы приложим каждые три месяца, нам это нужно. Дата, то есть, каждое первое число, время мы тоже можем указать. Ну, параметры электронной почты, от кого, кому, да, тема и, если нужно, сообщение, то есть, отчет будет во вложении. Отчеты сохраняются в формате txt, могут сохраняться html, pdf и csv файл, да. То есть, заполняем какие-то данные. Да, видите, у нас здесь не получилось. А кому тоже почту нужно указать через собачку, сейчас попробуем, секундочку. Так, и запланировать. Собственно говоря, давайте посмотрим плановые отчеты. Каждый квартал, время в 12, последний запуск, никогда. Можно выполнить сейчас, можно его удалить. Давайте выполним его сейчас, например. Плановый отчет у нас выполнил. Соответственно, если бы мы указали данные электронной почты реальные, нам бы сейчас пришло письмо с этим отчетом. Что еще можно вам показать? Ну, наверное, все из такого важного, да. То есть, мы с вами настроили продукт, мы показали, как он работает, мы создали правила, мы создавали отчеты. Собственно говоря, вот, наверное, и все. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задавать их в чат. Я на них с удовольствием отвечу. Или можете также писать мне на мою электронную почту, которая указана в чате. Спасибо. Спасибо. Спасибо.